Здравствуйте, меня зовут Нелли Гизатулина. Вы смотрите новости Белебеевского района на телеканале ЕТВ. Каждый вторник в 21.30 мы рассказываем о событиях интересных людях. Сегодня смотрите выпуски. Масленичная неделя прошла в Белебее. В конном клубе Эскадо прошли соревнования. В Белебеевском районе собрали первый урожай тюльпанов. В Уфе подвели итоги медиа-конкурса среди детей и подростков от Айсал «Знай наших». На церемонию награждения в конгресс в холле Таратау собрали детей и подростков из разных уголков республики. Всего на конкурс поступила 121 заявка по четырем номинациям – видеосюжет, интервью, социальный ролик и фоторепортаж. В номинации «Социальный ролик» участники студии Балкорта ТВ «Пчела ТВ», Белебейский гимнадий, интернат получили диплом и приятные призы. А теперь перейдем к основным новостям. В прошедшие выходные закончилась масленичная неделя. Как Белебеи проводили зиму смотрите в сюжете. Громкая захватывающая музыка, ростовые куклы и горячие блины. Все это ждало Белебеевцев на Широкой Масленице, которая прошла на Пионерской площади. На сцене в рамках муниципального фестиваля «Широкая Масленица-2023» свои лучшие номера продемонстрировали представители учреждений и организаций города. Чтобы праздник сегодня наш был ярким, красивым, замечательным и зажигательным, мы пригласили на эту площадь большое количество учреждений и организаций. Это учреждения культуры, дворец культуры, Цинкау Ралбатыр. Это учреждения молодежной политики, ровесник организовал две игровые точки здесь сегодня. Детская школа искусств организовала яркие точки, где можно играть, прыгать, веселиться, крутиться вокруг масленичной карусели. Гости праздника дружно закликали весну, провожали зиму и водили хороводы. Дети и взрослые с удовольствием участвовали в конкурсах русских народных масленичных забавах и веселых играх. Как вам праздник? Все хорошо, все отлично, нам все нравится. Прыгали через валенки, катаемся на санках, бегаем, прыгаем, все, что можно. Мне нравится, но мы недавно как раз пришли. Классно, все. А где уже успели побывать, на каких площадках? Пока нигде, но мы успели сфоткаться с лошадкой. Мероприятие очень замечательное, просто очень много людей, чувствуется массовость, чувствуется хорошее настроение. И вообще, вот этот традиционный праздник, прям вот, ну, это до глубины души. Масленицу отметили и в Приютово. На площади перед Дворцом культуры гости пускались в пляс во время выступлений творческих коллективов. Водили хоровод вокруг масленицы, играли в ручеек и змейку. И, конечно же, угощались блинами. И в продолжении темы отметили масленицу и в конном клубе «СКАДА». В честь праздника прошли соревнования, после которых спортсмены и гости смогли покататься на конях и угоститься блинами с чаем. И проводы зимы были, и масленица была. И в прошлом году мы тоже участвовали на этих мероприятиях. Очень рады, что есть у нас такое место в городе, где можно прийти с детьми, пообщаться с животными. Юные спортсмены показали свои навыки езды на лошадях, пройдя препятствия на время. Судьи оценили не только качество выполнения элементов, но и посадку жокея, а также поведение лошади. Изюминкой соревнований стало выступление жокеев клуба в костюмах. Подготовкой и наряжением лошадей занимались сами спортсмены. Лошади само по себе. Животное, которое лечит, успокаивает. А вообще они сделали меня более строже. Тренировались. Вначале все было не очень, потом больше тренировок и все получилось. Но я очень сильно переживала. Мне приносит удовольствие даже просто контактировать с лошадью. Не обязательно ездить. Породистые скакуны – животные непростые. Проехаться на таком красавце – задача, требующая сноровки. Немаловажной частью тренировок является и работа с лошадью в руках. Изучаем разные трюки, вводим лошадей. Самое лучшее – это времяпрепровождение с лошадьми. Это самое лучшее, что может быть в хорошие моменты. Нам нравится проводить с ними время и обнимать их, и чистить. В соревнованиях приняло участие 11 конов-садниках в двух возрастных категориях. Занимаются ребята под руководством инструкторов по верховой езде Натальи Логиновой и Валерия Малафеевой. Некоторые волнуются, переживают. Получается не с первого раза. Кто-то старается, но хотят сдаться, что вот у меня не получается. И вот как-то мотивируешь их. У верховой езды возраста нет. Начать заниматься никогда не бывает поздно. В клубе СКАДА можно и просто пообщаться с лошадью в рамках ипотерапии. Этот метод реабилитации для людей с ОФЗ включает общение, физическое взаимодействие и спортивные упражнения с лошадью. Адаптивная, верховая, развивающая езда. Чем отличается от спортивной? То, что здесь больше внимания уделяется общению ребенка с лошадью. То есть они сначала приходят, знакомятся. Здесь мы изучаем повадки лошадей, какие-то особенности поведения, особенности взаимодействия ребенка и лошади. Потому что сейчас немножко СМИ, мультфильмы, фильмы искажают представление вообще о лошади. На самом деле это огромное животное, которое не совсем друг. То есть дружбу лошади нужно заслужить. Нужно обязательно выучить и соблюдать все правила техники безопасности. Вот непосредственно это мы учим детей. Согласно исследованиям ученых, лошади обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта. Кроме того, они отличные эмпаты. Лошади буквально перенимают настроение человека. Именно поэтому они хорошие терапевты. Посетить конный клуб можно по адресу, указанному на экране. Максим Карпухин, Нелли Гизатулина, телеканал ЮТВ. Первая партия тюльпанов, выращенная в Белебее, уже начала поступать на прилавки магазинов. Где и кто выращивает цветы в районе, смотрите в сюжете. В холодном климате республики культивировать тюльпаны не так легко. Но в деревне-роднике Белебеевского района их давно успешно выращивают. В бизнесе участвует вся семья Гелецких. Но выражая к 8 марта уже вырос и цветы начали срезать. Этот сорт мы выращиваем в этом сезоне впервые. Сорт очень интересен. Я его изучал. Этот сорт интересен для меня тем, что если, допустим, обычные сорта, которые до этого мы выращивали, их собирают в технической спелости, то этот сорт необходимо подержать на корню, чтобы он нарастил бутон и проявил свой окрас. После этого только он убирается на хранение у нас в подвал, в прохладное помещение, где уже будет ждать свои продажи. Это уже башкейские тюльпаны, но с голландскими корнями. Цветовод по призванию Александр Елецкий уже восьмой год осваивает цветочный бизнес. Мужчина признается, что тяга к растительному миру у него с детства. Еще подростком он начал зарабатывать свои первые деньги на продажу цветов для первого сентября. Любовь к растениям вообще проснулась у меня еще в детстве. Мы с другом играли у него в квартире и нечаянно уронили цветок, который выращивала его мама. Потом его мама отдала этот росточек мне, посоветовала поставить в тюрьмку с водой. Он пустил корни, и меня это очень сильно удивило. И вот здесь, наверное, как раз-таки зародилось это зерно любви к растениям. Ежегодно вместе с цветами растут и объемы. Сейчас в теплице растет 20 тысяч тюльпанов из 22 сортов. Их начали выращивать только 4 года назад с первой посадкой в 100 тюльпанов. В целом это хобби без любви к растениям. Нельзя зарабатывать денег. Просто если это будет как заработок, то ничего не получится. Надо любить. Иногда бывает, выходишь в теплицу и просто с ними разговариваешь. Вести бизнес помогают супруга и дочь. На то, чтобы получить урожай, уходят около полугода. Тюльпаны, которые будут полны прилавками к 8 марта, срезают уже сейчас. В специальном холодильнике они могут сохранить свою красоту до полутора месяцев. У нас вообще сезон начинается с тюльпана. После 8 марта мы, даже не после, а параллельно, мы переключаемся уже на выращивание однолетних культур. Это петуния, немезия, калибрахоу, вербена, ну и другие однолетние культуры, которые у нас горожане приобретают для посадки на свои клумбы. Насколько красиво цветочное дело, настолько же оно и сложно. Если на родине тюльпаны выращивают в полях, то в условиях российской зимы нужно создавать микроклимат. Круглосуточно в теплице работает система отопления. Мне это нравится. Мне это нравится. Почему? Вообще мне не деньги вдохновляют, а вдохновляет именно то, что ты посадил вроде там, допустим, семечек какую-то, а в результате видишь красоту, когда это все вырастает. Пока идет сбор тюльпанов, параллельно в теплице высаживают однолетки. Летом Александр приглашает всех желающих посетить теплицу и сад, где каждый сможет насладиться красотой и запахом цветов. Приезжают многие с детьми. Я позволяю им пофотографироваться. Кого-то даже угощаю какими-то ягодками, даю попробовать. Приезжают целыми семьями. В общем, мы стараемся находить диалог со своим покупателем. Считаю, что люди остаются довольны. На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Смотрите новости Белебеевского района каждый вторник в 21.30. Во вторую среду в 8 утра и в субботу в 21.30. А если вам есть о чем рассказать, пишите нашу группу ВКонтакте. Уфан это телеканал ЮТВ, Белебеев, Приютово. Всего доброго и я желаю вам только хороших новостей. Субтитры сделал DimaTorzok